Виталий, а вы в курсе, что представители русской общины Азербайджана активно участвуют в этих актах в Азербайджанском коридоре? Я категорически против попыток каких-то сил использовать термин «представители русской общины». Но им удалось найти русских, которые бы участвовали и участвовали. Слушайте, я вас умоляю, я могу найти евреев, которые поддерживают, условно говоря, фашистов. Я знаю нескольких евреев, которые являются националистами и носят свастику у себя на футболке. Это же не значит, что это представители еврейской общины. Быть русским – это не просто в паспорте иметь какое-то имя, которое ей когда-то кто-то дал. Я могу сказать, что русские солдаты вермахта не представляли русских. Это были коллаборационисты и предатели. Твари, которых расстреляли вместе с нацистскими преступниками. Вместе абсолютно висели на одном суку и были у одной стенки. Что касается так называемых представителей русской диаспоры, русской общины, эти люди представляют самих себя и никакого права называть себя представителями не имеют. Если какие-то женщины с русскими именами, уж не знаю, какое они там где-то утешение нашли или какие они там свои личные проблемы решают, если они туда ходят и торгуют собой, торгуют своими русскими именами, давая возможность называть себя представителями русской диаспоры. Хочу сказать, чтобы они перестали это делать, потому что никакого отношения к русским они им не имеют. Русские никогда в жизни не будут блокировать город с женщинами и стариками и детьми, отключая у них газ. Потому что если ты так делаешь, то ты выкини паспорт и называй себя каким угодно именем. Но русским ты перестаешь быть, и мы перестаем видеть в этих субъектах русских. Потому что, извините меня, политическая проституция – это гораздо гаже, чем проституция реальная. Там хотя бы за деньги, без вопросов. А здесь непонятно за что. Поэтому мне стыдно, что эти люди имеют русские имена. Мне стыдно, что эти люди имеют свинство представляться, якобы самим себе выдавать мандат доверия. Это неправда. Это не так. Поэтому коллаборационисты, соглашатели и предатели, к сожалению, всегда бывают во всех нациях. Поэтому я в данной ситуации, мое личное отношение к этим людям такое же, как к власовцам. Продолжение следует...